Всем привет, друзья! В этом видео я покажу вам, как сделать вайбовый, качающий слайм-бит в стиле таких исполнителей, как Янг Таг, Ганна, Лил Кит и других. Я раскрою вам секреты, которыми пользуются западные продюсеры. Особенности будут как в написании мелодии, так и в драмке. После этого видео вы 100% улучшите свой навык в написании гитарных слайм-битов. Ну и без лишних слов, давайте начинать. Итак, так как у нас слайм-бит, нам нужно выставить медленный BPM. Я в данном случае выставлю 125. И давайте сразу посмотрим, какие инструменты я подобрал для нашего сегодняшнего бита. Это вот такая вот гитара из контакта. Следующим инструментом я взял плагин Analog Lab. Вот такие вот синтетические клавишные. Дальше опять-таки Analog Lab и вот такой вот Bell. И последним четвертым инструментом я взял аркейд, вокальные фразы. И давайте начнем прописывать мелодию. Тональность у нас на сегодня будет D-sharp minor natural. И я пропишу басовые ноты. Сначала на D. Во втором такте также будет D. А затем опустимся на B. И сделаем вот такой подъем через C-sharp. И теперь пропишем ноты сверху. И здесь первая особенность слайм-битов. Это мы мелодию прописываем в триолях. Выбираем вот здесь в магнитике. 1 из 6 бит. И я сокращу все ноты нажатием Shift-D. Чуть-чуть их вот так продлю. И пропишу вот такой вот аккорд. Потом также ноту D-sharp на октаву вверх. И затем как бы отзеркальный вот такой вот спуск. Потом нота F. И затем опять вот такой вот подъем. И вот такой вот спуск. То есть просто делаем вот такой вот перебор из ноты. И потом можно вот так продублировать. То есть есть два такта будут одинаковые. И затем вот сюда на ноту B мы также дублируем эту конструкцию. Вот таким образом. Но среднюю ноту, то есть терцию, в данном случае это нота D, мы ее поднимем на 1 полутон наверх, чтобы она встала в нашу тональность. И затем эту же конструкцию мы дублируем на аккорд C-sharp. Но в конце для разнообразия давайте сделаем вот что-то вот такое. Отлично. Я думаю можно поднять на октаву вверх и рандомизировать Velocity нажатием Alt-R. Вот так. И теперь я хочу этот паттерн с гитарой записать в аудиоклип. Это можно сделать нажав правой кнопкой мыши на паттерн. Render and Replace. И здесь на плейлисте выставить stretch и запичить ее на 5 полутонов вниз. Вот. И именно вот такая гитара, записанная как сэмпл, дает именно то самое мягкое звучание. Свойственное слайм битам в стиле Янгта, Гагана. И тут же давайте сделаем вторую версию этой гитары. Вот так вот я на shift копирую этот паттерн, делаю его уникальным. И уже крутилкой там я делаю его в 2 раза длиннее. То есть продлеваю на 8 тактов. И теперь я здесь нажимаю на вот этот значок Chop, Chop in Beats. И каждый второй вот этот вот бит я удаляю, чтобы осталось вот таким образом. И теперь их всех вот так соединяю. И также эту гитару можно опустить на октау вниз и послушайте какой эффект это дает. Как по мне очень классная фишка, чтобы оставить например эту гитару в начале, а далее на куплетах, на припевах оставить вот эту обычную гитару. Далее прописываем наш аналог Lab. У него будет следующая партия. Во-первых мы переключаемся обратно на Step, то есть на 1 четвертую. И у него будет вот такая партия. Далее прописываем наш второй аналог Lab, который будет дополнять этот инструмент. Здесь все просто. И дальше. Ну в конце сделаем. Но сейчас эта партия звучит как-то странно и вообще не в тему. Но я эти инструменты просто объединяю на одном канале. И накидываю плагин Portal. Он размазывает звучание этих инструментов и делает более таким мягким. Я использовал пресет Mean Crumble Wash. Это стандартный пресет, находится в банке Pitch. Вот он. То есть дополнительно вам никакие пресеты не нужно скачивать. И на этом же канале я после него накидываю Half Time. Еще более атмосферным стало звучание. И ревер опять-таки для пространства и атмосферы. Опять-таки я его записал, чтобы не нагружал мой компьютер. Так же как я и показывал правой кнопкой Render and Replace. Ну и последним инструментом пропишем наш аркейд, вокальные вставки. Мы берем вот эту фразу. И далее сделаем вот такие короткие ноты. Получается такой классный переход. Далее продублируем эту ноту. И здесь уже возьмем другие фразы. Вот эту. И во второй половине вот эту фразу. Но воспользуемся здесь фишкой, о которой я говорил до этого. Выберем, например, здесь тональность G минор. Теперь мы запишем эту фразу. Опять-таки как сэмпл. И повысим на 3 полутона вверх. То есть именно отличительная особенность слайм-битов от всех остальных это мягкие и вайбовые мелодии. И мягкость добивается именно за счет вот такого вот сэмплированного звучания. Но здесь я хочу срезать вот эту вот фразу. Потому что она как-то очень сильно выбивается. И теперь... Слышите, у нас аркейд обрывается. Чтобы этого не было, мы закидываем его на канал микшера. Здесь накидываем дилей. Примерно вот с такими настройками. И создаем ему автоматизацию. Все, отлично. Ну и теперь давайте пропишем риз-бас и будем приступать к драмке. Итак, риз-бас мы будем размещать уже не на ноте D. А так как мы записали гитару и понизили ее на 5 полутонов вниз. Соответственно, мы берем эту ноту. Раз, два, три, четыре, пять. Получается нота А-шарп и тональность А-шарп минор. И дальше продублируем ее на второй такт. Дальше нота F-шарп. И вот такой подъем через G-шарп. Но они слишком низко, и там этот бас будет как-то зажеванно звучать. Поэтому я их подниму на октаву вверх. И опустим всю конструкцию на октаву вниз. И давайте приступать к драмке. Послушаем звуки, которые я подобрал. Это вот такой вот хай-хэт. Это из моего драм-кита, который вышел эксклюзивно для Телеграм-канала. Далее стандартный клэп. Опен-хэт. Второй опен-хэт. Дополнительный снейр. Рим-шот. И стандартный спинс 808. И поехали. Клэп в стандартное положение. Без каких-либо изменений. И давайте добавим роллов на хай-хеты. Но прописывать мы их будем так же, как и мелодию. В 1.6 бит. То есть в триолях. Таким образом хай-хеты с нашей триольной гитарой будут совпадать. И не будет никаких ритмических конфликтов. И в целом будет покачевей. Давайте вот сюда добавим. Также добавим вот сюда пробежку. И сократим ее вот так. Чтобы она была побыстрее. И в целом эти два такта можно продублировать. Не будем ничего усложнять. Дальше опен-хэт расставляем просто в начале сильного такта. А второй опен-хэт будет как бы подводить к нашему первому опен-хэту. И разместим мы его вот здесь. И так же вот здесь. То есть вдвоем они будут дополнять друг друга. Дополнительный снэр я размещу вот сюда. Так же вот здесь. И в конце сделаем вот такую тройную пробежку. Опять-таки не добавляем много ударов. Оставляем достаточно места для артиста. Не переполняем драм-партию. И рим-шот, который будет дополнять наш снэр. Размещу его вот так. И скопирую. То есть сначала играет вот здесь рим-шот. А затем дополнительный снэр. Ну и давайте пропишем 808. Выставляем у него cut itself. И так же я его немножко сократил. В слайм-битах зачастую короткие басы. Давайте прописывать. И далее у нас нота опускается на F-шарп. Но мы будем прописывать на октаву выше. Потому что там бас плохо звучит. И здесь для разнообразия уже сделаем вот такую партию. Эти ноты опустим на октаву вниз. Продублируем эту партию. А во второй половине мы эту партию удалим. И сделаем... Поставим вот сюда ноту и... Вот такую вот пробежку в конце. Все эти звуки для драмки, а также ваншоты, мелодии, которые я запишу, можно получить подписавшись на меня на Boosty. Ссылка будет в описании. Кик мы не прописываем, потому что в слайм-битах он прям очень редко встречается. И если честно, я даже не помню хотя бы одного слайм-бита, где он есть. И вообще, я сам лично не люблю добавлять кики в свои биты. По мне, так он добавляет какой-то жесткости и агрессии. А сегодня у нас тем более слайм-бит, который должен быть мягким, плавным и грувистым. Но это лично мое мнение. Напишите, как думаете вы, используете ли вы кики. И итоговая аранжировка выглядит вот таким вот образом. Я добавлял вот такие вот FX. И добавлял вот такие вот паузы. Давайте послушаем. Они также добавляют какое-то разнообразие в бит. И какое-то ожидание. И сразу же цепляют слух. Полный бит можно послушать в моей группе ВКонтакте. Самый актуальный звук находится там. Я благодарю тех, кто поддерживает меня на Boosty. И также тех, кто ставит лайк. Подписывается на канал, оставляет комментарии. И все, друзья. Я с вами прощаюсь. Итоговую аранжировку и битвы сейчас еще раз увидите. Послушайте. До встречи в следующих видео. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok